Первые автобусы с людьми, эвакуированными с Азовстали, находящихся рядом с комбинатом домов, прибыли в Запорожье. Жили в подвале с 27 февраля, но уже не выходили, так как наш дом находится неподалеку от Азовстали. Ну и постоянно прилетали мины, потом пошли авиаудары. Дом наш полностью разрушен, у нас двухэтажное строение, но его нет. Загорел до тла. В течение месяца, допустим, мы ели 40 с лишним человек, 6 консерв, с них варилось 2 ведра супа и все. Это на целый день. Он не может быть целым, потому что там подлежки каждый день были. Сколько мы сидели в будке или сколько и бомбили. Днем ранее гражданских с Азовстали забрали автобусы и вывезли сначала в село Безымянное, на неподконтрольную Украине территорию, в так называемое ДНР. А сегодня людей привезли в Запорожье. По данным украинских властей, это примерно 100 гражданских, в первую очередь женщины, дети и пожилые. Российские власти утверждают, что около половины мирных жителей, эвакуированных на выходных с Азовстали, цитата, «добровольно решили остаться в ДНР». Киев это сообщение пока не подтвердил. Эвакуация проводится при помощи и посредничестве ООН, и Красного Креста. Ранее украинские власти уже рассказывали, что ведут сложные переговоры по организации эвакуации с Азовстали. Удалось начать эвакуацию людей с Азовстали после многих недель переговоров, после многочисленных попыток, встреч, разговоров с людьми, звонков, стран, предложений. В конце концов, не было ни одного дня, когда бы не пробовали найти решение по спасению наших людей. Будем и дальше делать всё, чтобы эвакуировать наших людей с Азовстали, из Мариуполя. Организация таких гуманитарных коридоров – это один из элементов переговорного процесса, который продолжается. Он очень сложный, тем не менее. Мариуполь остаётся важной темой и в международных переговорах. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган заявил, что возможно созвониться на этой неделе с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине. Главный вопрос – это эвакуация гражданского населения из Мариуполя. Мы пытаемся активизировать усилия по эвакуации из города и выработать всеобъемлющие решения по этому региону. Мы хотим собрать лидеров в Анкаре или в Стамбуле. Накануне полк «Азов» опубликовал кадры операции по спасению людей с «Азовстали». Комбинат «Азовсталь» подвергается сильным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам с российской стороны. Украинские военные рассказывают, что им сложно без спецтехники разбирать завалы, под которыми остаются гражданские, пытавшиеся найти убежище в помещениях завода. Что касается эвакуации гражданских, хочу сказать, насколько это сложно. Завалы, отсутствие спецтехники. Руками военнослужащих многотонные плиты поднять очень сложно. Нужно было их молотом разбивать и так далее. Хочу сказать, что завод «Азовсталь» весь в очень глубоких воронках от многочисленных бомб. Весь завод усыпан минами, ракетами, не разорвавшимися кассетными снарядами. Это крайне небезопасно. Им нужно было найти безопасный маршрут, чтобы сначала разблокировать этих людей, а потом вывезти по безопасному маршруту. Паламарь обратился с призывом эвакуировать не только гражданских, но и раненых украинских военнослужащих. Считается, что в Мариуполе, который находится в окружении российских войск практически с самого начала войны, могут находиться ещё порядка 100 тысяч человек. Несколько сотен гражданских укрываются в бункерах комбината «Азовсталь», территория которого контролируется украинской армией. По данным украинской стороны, минувшей ночью российские военные продолжили обстрел завода. Утром наступило затишье. Сегодня при поддержке ООН и Красного Креста организована ещё одна эвакуационная колонна. А тем временем, по информации СМИ, горнометаллургическая компания «Метинвест» готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали». По словам совладельца компании Рината Ахметова, капитализация двух заводов до военного вторжения России составляла не менее 10 миллиардов долларов США. Выбраться из Мариуполя люди пытаются всеми доступными способами. Необычный путь выбрал 61-летний Игорь. Он рассказывает, что около 200 километров по направлению к Запорожью он прошёл пешком, прихватив с собой собаку Жужу. Люди начали меняться. То есть продукты начали кончаться. Люди стали отстраняться друг от друга. Ну, всё сломалось. А потом какие-то чужие люди вокруг начали в военной форме клубиться. И всё запрещать. Мужчина рассказывает, что был в пути пять дней. Дорога далась нелегко, рассказывает Игорь. Ведь жизнь в осаждённом городе поставила его на грань полного истощения. На последнем участке ему повезло. Игоря и Жужу подвёз грузовик. Вокруг Жужи собралось 20 человек, а вокруг меня три человека. Мне было обидно даже. За себя, что внимание всё не мне. Кого-то она меня довела, донесла на плечах. А не я её тащил всю дорогу. Сейчас Игорь с Жужей уже перебрался к своим родственникам в Киев. 8 килограмм живого веса. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ